В том, чтобы заработать, нет ничего криминального. Главное, закон не нарушать. А вот с этим не у всех все гладко. Зачастую на территориях частных домов открывают небольшие магазины, мини-гостиницы, столовые и шашлычные. Так как официально их не оформляют, то и качество услуг в таких заведениях остается без контроля. При этом владельцы не отчисляют налоги, а вот за потребляемые торговой точкой электроэнергию и воду платят не по коммерческим тарифам, а по стандартам, тем, что действуют для частных жилых домов. Один из таких объектов выявили сегодня во время рейда в Амеретинской низменности. Рядом расположен также земельный участок по ДЖС, но на нем расположен коммерческий объект. Землепользователь налоговую ставку не платит, пользуется ставкой по ДЖС, также использует пониженный тариф на коммуникации для извлечения прибыли на данном объекте. Сотрудники муниципалитета подают заявление о признании незаконным использовании земельных участков под коммерческие цели. Приставы заранее уведомляют собственников, но, как правило, магазины не прекращают работать. Вот такой диалог сегодня развернулся во время рейда между судебным приставом и местным жителем. Вы пришли уже с каким-то судебным решением. Правильно, не с каким-то, есть вот решение. Нет, подождите. Если это суд, значит должны быть две стороны, я так понимаю. Вы хорошо владеете законом? Не очень так скажем. Вот я вам объясняю, это обеспечительные меры. Вас не пригласил в суд, потому что идет по вашему делу только разбирательство. Обеспечительные меры – это запрет эксплуатации до выяснения обстоятельств полностью в суде. Землепользователи оштрафовали, а магазин напечатали. Пока суд не примет окончательное решение, он будет закрыт. Чтобы начать работать по закону, собственнику придется изменить целевое назначение участка. Кстати, в Адлерском районе владельцы трех из 11 выявленных объектов уже проходят эту процедуру. Подобные рейды продолжатся. Под подозрением более 30 точек.